Второй фиросийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье» – открытие. Барнаул принимает гостей спустя три года. В 2019-м в рамках первого фестиваля было обещано провести следующий в новом здании театра кукол «Сказка». Обещание сдержали. И вот мы здесь, это прекрасное событие произошло в прошлом году, театр уже набрал, мне кажется, какую-то такую энергетику и какой-то ход. В рамках фестиваля запланированы показы 16 спектаклей театров кукол из разных городов, в том числе Новосибирска, Красноярска, Омска и Екатеринбурга, а также Республики Карелия. Большинство представлений пройдут в Алтайском театре кукол «Сказка». Особенность «Зазеркалья» этого года – большое разнообразие жанров спектаклей. Я с большим интересом восприняла в афише японскую притчу «Земляника под снегом», которая тоже, мне кажется, интересна. Ну и есть спектакли, которые очень интересны по жанрам. Екатеринбург – это опера марионеток. И, например, спектакль, который, я не знаю, это жанр или это просто, как это называется, кукла на запястье, театр одного актера. Мне кажется, это тоже заслуживает безусловного внимания. Несмотря на то, что «Зазеркалье» – это фестиваль, будет и жюри. Оценивать спектакль предоставят гуру театрального направления, в компетенции которых именно специфика театров кукол. Это эксперты из Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы. А также глава Кабинета театров для детей и театров кукол России Ольга Глазунова. Важна режиссура, да, ведь без режиссера ни один спектакль не получится. В театре кукол, как нигде, важен художник. Ну а без актеров куда вы денетесь? Если нет актеров настоящих, будь художник и режиссер талантливый бесконечно, но если нет актеров настоящих, то ничего не получится. В рамках фестиваля пройдут и мастер-классы для театрального состава театра кукол и его руководства. Впервые мы для себя запланировали проведение мастер-класса по теневому кукловождению. Виктор Леонидович Платонов в два дня с нашими бутафорами по нашим запросам будет отвечать на те вопросы, которые нас интересуют, и делиться теми современными наработками, которые уже имеются и которыми мы не владеем. Уже в первый день фестиваля, а он продлится до 25 сентября, зрители смогли увидеть спектакль Красноярского театра кукол «Затворник и шестипалый» по повести Виктора Пелевина. А 23 сентября на сцене сказки «Шекспировский сон в летнюю ночь» от Алтайского театра кукол. Труппа и руководитель надеются, что жюри по достоинству оценят их работу. Напомним, билеты на все спектакли фестиваля можно приобрести и по Пушкинской карте. Ольга Иванова, Андрей Печоркин. День с толком.